Итак, слушайте меня внимательно. Я вам сейчас буду раскрывать глубокое древнее знание простым языком. И когда вы его узнаете, послушаете, вам всё станет понятно. Вот в этом психическом теле и физическом теле действует энергия времени. Что такое энергия времени? Это сила, которая испытывает нас. И она старит. Физическое и психическое тело старит время. Но энергия природы, она омолаживает организм, даёт им возможность жить. Энергия природы — это божественная сила, дающая жизнь и здоровье. Земля, вода, солнце — всё это даёт жизнь. Вы знаете, что растение хуже растёт дома, чем на солнце, на природе. Потому что там есть прана, а дома нет праны. Поэтому даже если растение растёт дома, оно не такое, как бы, жизнерадостное, как на улице. Потому что там больше сил на улице. Или люди, допустим, которые на природе работают, они такие более крепкие такие. У них налиты, они такие как бы силой. Потому что они питаются природой. Те, которые работают в офисах, они такие, как бы... Поняли, да, тёёёё? У меня соседи, бабушка с дедушкой, 80 лет обоим. По 80 лет. И они целыми днями работают на огороде. Я их спрашиваю, как вы дожили до 80 лет? Они дожили, как дожили, попал на огород и поработал, ты доживёшь. То есть они на огороде всё время. Огород даёт им земля, даёт силы. Они питаются вот этими продуктами, которые вырастили. Вот. Они каждый год одни и те же сорта продуктов сажают. Сорта к ним привыкли, они к сортам привыкли. Сорта привыкли к земле. Вот если одно и то же сорт сажать в одно и то же место, он привыкает к этому. Начинает расти очень хорошо, крепко. Понимаете? А так они друг к другу привыкают и живут долго, радостно. Так все жили на земле тысячелетиями. Сейчас мы как бы выращиваем яблоко в супермаркете, да? Мы его раз оттуда взяли. Оно выросло там в супермаркете, мы его раз сорвали оттуда, да? С полочки. Мы не знаем всё это. Не понимаем. Я не буду ругать нашу жизнь, почему у нас продукты там генно-модифицированные, что надо покупать попроще, чтобы червячки кушали, да? Это значит, оно живое, а то как бы наполнено уже искусственной праной. Чрезмерно твёрдое тоже нехорошо, да? Яблочки сейчас иногда месяц лежат, и что-то с ними ничего не происходит. Это значит, искусственный продукт такой уже не тот, да? Червячки даже брезгуют такими яблоками. Ну, это другая тема совсем. Вот эту тему сейчас эмусируют постоянно, что искусственные продукты плохие, что из-за этого мы загибаемся. Понимаете? И это всё чушь. Понимаете? Даже если... Я жил, когда в Москве, питался этими искусственными продуктами. Сейчас продукты у меня растут на огороде. Я всё равно был здоровым. Но мне здоровым было тяжелее быть. Почему? Потому что, понимаете, даже если ты питаешься немножко не теми продуктами, хоть продукты важны, но если ты живёшь неправильно, то это больше тебя гасит. А если ты будешь правильными продуктами питаться и жить неправильно, всё равно будешь болеть. Итак, смотрите. Жизнь человека... Вот смотрите, жизнь — это аскеза. Что такое аскеза? Это когда ты себя заставляешь что-то делать. Когда не заставляешь, значит, скоро помрёшь. Вот если руку не заставляет двигаться месяц, она атрофируется. Значит, она не живая. Вот нет движения — нет жизни. Понимаете? Врачи все это знают. Поэтому пациент, если лежит на кровати долго, они беспокоятся, начинают, потому что он потихоньку загибается. У них нет движения. Нет движения — нет жизни. А вообще, если говорить более серьёзно, то вот эта энергия старения, когда человек стареет, ну как время действия, время — это сила, которая влияет на грубое тело, и на тонкое, на психическое тело. Сила. И она старит всё. Что значит «старит»? Что это такое? Давайте разберёмся в детали. У энергии старения есть три силы. Вообще, как бы, есть три силы у души. Даже вот мы души, то есть у нас три тела. Духовное тело, я — душа. Второе — психическое тело. И грубое тело. Духовное тело — вечную природу имеет. Психическое тело даётся человеку только в этой Вселенной. Пока ты в этой Вселенной живёшь, у тебя вот от этой Вселенной твоё психическое тело. Если будешь в другой Вселенной жить, там будет другое психическое тело. Поменяешь его. Психика твоя поменяется в другой Вселенной. Но здесь у тебя будет всегда твоя психика. Вот эта, она будет просто трансформироваться в зависимости от того тела, в котором ты находишься. Даже если человек в одной жизни находится, у него сначала маленькое тело, потом становится большим, взрослым, потом оно стареет, Тело всё время меняется, и психика под это подстраивается тоже. Итак, у нас есть душа, есть духовное тело, есть психическое тело, есть физическое тело. У души есть сознание или энергия, сила. У души есть три энергии. Первая энергия — это энергия знания или способности побеждать судьбу, или энергия воли — это одно и то же. Поэтому надо иметь знание, чтобы иметь волю. Если человек не знает, он не знает, зачем ему это делать. Он не знает даже, зачем это надо. У него не будет позыва к действию. Энергия знания, энергия любви — вторая энергия. И третья энергия — это энергия желания жить или стремления к вечности. стремление вечности к вечности. Эта энергия в психическом теле превращается в жизненный воздух. Тот, который даёт вечность, в жизненный воздух. Или прана в психическом теле. Энергия праны, она даёт жизнь человеку, возможность двигаться, быть сильным, выносливым. Когда мы вздыхаем воздух, мы говорим, а воздух какой хороший. Это тоже он наполнен праной. Почему он хороший? Это не кислород. Вы говорите, ноги кислорода. Нет, немного кислорода. Вы не знаете, что кислород. Если вы в барокамеру ляжете, вы не почувствуете там свежий воздух. Кислород сам не чувствуется, как свежий воздух. Свежий воздух. Или, ой, как дышать хорошо. Это прана. Запомнили? Это то же самое, что в яблоке упругое или в арбузе упругое. Возьмите арбузную воду, попейте. У вас не будет, ну, вот так не будет, понимаете? А когда вы арбуз съели, тогда так будет. Это прана называется. Запомнили? Это прана или желание жить. Это одна и та же энергия. Желание жить – это энергия души. А прана – это энергия психического тела. Одна и та же энергия. Или физическая сила, мышцы большие. Это тоже прана. Или у женщины стройность. Это же по-женски прана уже. Вот когда женщина стройная, значит много энергии в теле. А если не стройная, значит мало энергии. Поэтому мужчины смотрят, стройная или нет. Они хотят стройную обязательно. Зачем им нужна стройная? Потому что стройная лучше будет рожать детей. Будет легче их вынашивать. То есть означает много праны. Много силы в женском теле. Стройная. Значит много силы. Мужчины праны много, когда мышцы большие. Он такой. Тоже женщинам нравится, потому что много работать будет. Я буду дома сидеть. Будет хорошо, он будет работать. Немного силы. Женщинам тоже нравится, когда мужчина сильный. Значит, по крайней мере, гвозди сможет дома забивать. В стенку. Вы помнили, что такое прана? Вот когда прана не соприкасается. Наша вот эта энергия праны или желание жить не соприкасается с природой. То это желание жить или прана превращается в напряжение. Запомнили? Напряжение. Вот напряжение – это энергия старения. Это энергия старости. Или зачаток болезней. Напряжение в организме превращается на второй стадии. Превращается в перенапряжение. Или спазмы, боли в суставах, боли в позвоночнике, боли в голове, боли по-женски. Все виды болей. Это вторая стадия развития вот этой болезни, связанной с напряжением. Или вот этого типа старения. Есть три типа старения. Потому что у души есть три энергии. Есть энергия желания жить, есть энергия любви и знания. И мы с вами разбираем энергию желания жить или прану. Эта энергия прана или желания жить. У нас сначала, если мы не соприкасаемся с природой в жизни, она превращается сначала в напряжение, а потом в спазмы, боли или перенапряжение. Изначально бессонница там и так далее. И третья стадия вот этой энергии праны – это энергия не перенапряжения организма, а его разрушения. Что значит разрушение? Это значит инфаркт, инсульт, суставы, деформация пошла, позвоночник, деформация в кишечнике, заворот кишок пошел, сильное нарушение функции, отек кишечника. Там в придатках разрыв, разрывы, нарушение функции, непроходимость труб. Все это третья стадия напряжения. Скажите, а когда возникает третья стадия? Когда энергии праны не хватает человеку долгое время. Хронически не хватает энергии праны, энергии природы. Наступает третья стадия – перенапряжение. Это все равно, что человек задохнулся. То есть он точно так же, как не хватает кислорода, человек погибает за 7 минут, так не хватает праны, он загибается подольше. Потому что прана же все равно есть какая-то в природе. Существуют те же продукты питания, мы что-то берем. Понимаете, но основная прана идет просто от свежего воздуха, который есть, прана есть в квартире, в доме, но мало. Процентов 10 от улицы. Вы запомнили первый вот этот вот способ старения? Напряжение, перенапряжение и разрушение функции. Напряжение – это просто человек говорит, я что-то не тяжело, я не устаю, не могу отдохнуть. Тяжело переключить внимание, плохо расслабляюсь, тяжело засыпать, нервничаю. Это называется напряжение. Вторая стадия – спазмы или боли. Вы знаете, что это такое. И третья стадия – нечего объяснять, да? Инфаркт, инсульт, судороги, смерти, да? Все понимают, что это такое. Дальше, следующая энергия души называется – любовь. Энергия любви. Энергия любви в природе называется отжас, энергия отжаса. Это что за энергия? Это энергия счастья, приятно. Энергия отжаса означает приятно, очень счастье, такое, как бы покой. В стихиях, в природе это выражается в энергии воды. Энергия воды, в какой-то степени энергия земли. Энергия воды и земли – это энергии, которые дают покой, расслабление. Человек в воде мы расслабляемся, на земле мы расслабляемся. А я лягу, прилягу, край гостинца старого, и ногами вдали, хай накроет туман. Ну, то есть, я лягу на крылечке, пускай даже меня туман накроет, мне так хорошо. На земле, да, энергию земли человек любит, энергию земли, значит, будет долго жить. Долго жить, потому что он понимает, что надо любить. Батарейку свою заряжает. И так есть энергия воды и энергия земли. И когда нам её не хватает, то это превращается в психическом теле – в токсины, а в физическом теле – в лишний вес. Токсины, они потом превращаются дальше в нарушение иммунитета. Нарушение иммунитета приводит к хроническим, аутоиммунным всяким заболеваниям. Лишний вес, когда у человека есть лишний вес – это энергия старения. Это значит, что человеку не хватает вот этой энергии отжаса, которая убирает лишний вес. Не хватает этой энергии правильной, энергии воды в организме или энергии земли. Поэтому в результате человек сначала получает лишний вес или токсины в организме. Что токсины, как это выглядит? Это слизь, допустим, да? Слизь в организме. Или, допустим, какие-то токсины в крови. Допустим, кровь плохая. Лишний вес – все знают, что это такое. Это можно пощупать даже у себя. То есть, нечего смысла объяснять. Токсины, лишний вес – это одна и та же энергия. На второй стадии лишний вес превращается в кисты и доброкачественную опухоль. Что значит «превращается»? Это значит, что лишний вес энергетически блокирует движение энергии. А когда оно заблокировано сильнее, то там начинают развиваться уже процессы, которые не может организм контролировать. И это называется доброкачественной опухоли или кисты. А на третьей стадии лишний вес превращается в злокачественную опухоль уже. Некоторые говорят, что злокачественные опухоли развивают различные паразиты. Ну, паразит, а? Злокачественную опухоль у меня развил. Это ты сам паразит. Потому что ты живешь неправильно, купишь себе лишний вес сначала, потом доброкачественную, а потом злокачественную опухоль. Представляете, несправедливость какая-то. Он залез ко мне в организм, паразит, я живу нормально вообще. А он паразит такой взял и мне злокачественную опухоль разбил. Ни с того, ни с сего. Вы это верите? Это сказки, понимаете? Опять же, откуда паразиты берутся? От того, что у тебя нарушены вот эти токсины на второй стадии, превращается в нарушение иммунитета. А иммунитет нарушен, понятно, они там будут жить в организме. Вот если, допустим, на заводе много запчастей, и никто не выгоняет, ну, конечно, их будут воровать. Будут приходить паразиты и брать запчасти. Уходить. Почему? Потому что иммунитет на заводе нарушен. Знаете, и паразит не виновата в этом случае, виновата охрана. Она не охраняет, значит, будут воровать. Ну, и паразиты тоже, ну, у нас же много там чего есть, чем полакомиться в организме. Ну, вот они как бы... А кто виноват? А вы виноваты сами. Я вам расскажу, что надо делать, чтобы был нормальный иммунитет в организме. Запомнили, да, три стадии развития вот этой вот проблемы, вот этой проблемы? И дальше, следующая проблема – энергия знания. Энергия знания. Если человек взаимодействует с природой, то это энергия знания у нас в организме. Или её называют тэджос, эту энергию. Тэджос – это энергия оптимизма. Вот если, допустим, отжас – это энергия спокойствия, расслабления, любви, всё хорошо, ля-ля-тру-ля-ля. У женщин в основном очень много отжаса. Отжас даёт красоту. Энергия красоты отжаса. Когда женщина очень красивая, это значит, что у неё много отжаса. То есть много энергии воды и земли в организме. Значит, красивая. То есть, у неё идёт вот эта энергия отжаса, она такая. Расслабляет взгляд на неё, смотришь, всё равно, а-а-а. От неё много отжаса, она такая расслабляющая, вся такая. То у мужчины энергия другую природу имеет. Называется Тэджос. Или энергия знания. Энергия знания души. В душе в психическом теле превращается в Тэджос. Тэджос – это что такое? Эта энергия оптимизма, радости. Огненная такая энергия. Не водяная, а огненная энергия. Радостность. Такая мужская энергия. Оптимист. Оптимистичная энергия. Женщинам нравится оптимизм. Думаю, ой, как хорошо. Небо такого. Потому что у женщин не хватает оптимизма. У них много отжаса. Означает доброты, недолго. У них много отжаса. Но вот оптимизма не хватает женщин. Итак, вот эта энергия Тэджоса, если человек не соприкасается с природой, откуда энергия Тэджоса у природы идёт? Она идёт из Солнца. То если человек не настраивается на солнечных людей, на Солнце в природе, если, допустим, скажешь, у нас мало Солнца, ну у вас нормальный Солнце, в Красноярске уж нечего жаловаться, в некоторых городах, там, допустим, в Питере вообще нет Солнца. Ну надо настраиваться на солнечных людей тогда, любить людей солнечных. То есть по-любому нужно брать эту энергию Тэджоса откуда-то. Если Тэджоса энергии не берётся у человека, то у него возникает первая стадия развития следующего, третьего способа старения организма, называется жар в теле. То есть вот эта энергия счастья, жизнерадости превращается в жар. Она не подкрепляется природой счастья, превращается в жар. А у мужчины, если у них энергия в счастье не переходит Тэджоса, он превращается в жар. Жарко жить становится. Это первая стадия старения. И у женщин такое может быть тоже жаркий или лишний. Жар обычно у женщин превращается в эмоциональность, обидчивость, чувствительность повышенную, аллергичность. У мужчин гнев, несварение может быть слабость в организме, нарушенный сон, тоже от жара уже человек не спит. Вторая стадия развития заболеваний, вот этого жара называется воспалительные процессы в организме. Воспаляется в организме этот огонь, воспаляет все. И на второй стадии также появляются аллергические заболевания, аллергии всевозможные. Тоже вторая стадия. Непереносимость чего-то, продуктов питания, аллергии. Вторая стадия. На третьей стадии жар превращается в разрушение ткани. Может дистрофия печени быть от жара, или мозг перестает соображать дистрофия. Там различные психические заболевания, человек перегретый, он не может соображать, у него истерия, психозы развиваются. Жар может привести к бронхиальной астме, это болезнь излишнего жара в теле. Сахарный диабет, это болезнь излишнего жара в теле, на третьей стадии уже. Разрушение органа идет. Клетки лангергарца в поджелудочной железе страдают. При астме страдают легкие бронхи. Повышенное давление тоже возникает от жара излишнего в организме. Или от напряжения тоже может повышаться давление. Сильная слабость, нарушение пищеварения. Все это болезни третьей стадии жара. Он переполняет организм и разрушает функции организма. Может дистрофия почек, печени быть, любого органа. Врачи говорят, мы не знаем, что происходит, просто печень уменьшается в размерах. Они не понимают вот эти энергии, врачи не понимают. Они понимают только химические вещества, бактерии, понимают, что такое витамины, но что такое энергии, они не понимают. Болезни в основном от энергии возникают, поэтому врачи не понимают, что делать. Чего, как лечить, тот человек, не понимает. Ну, надо дать таблеток. А таблетки просто, они вот в организм заходят, и таблетки говорят, всем стоять! То есть они останавливают все процессы, понимаете? И когда процессы плохие останавливаются, вроде легче жить. Но хорошие же тоже не двигаются в это время. И поэтому как бы непонятно, то ли хорошо, то ли плохо, да? Одно как бы полечилось, другое отвалилось. Вот так и лечимся. Но иногда, конечно, это надо. Вот, допустим, хорошо современная медицина лечит инфекции, допустим. Когда убивать что-то, как бы это ломать не строить же, вот убивать они могут хорошо. Вот, ну, также хорошо современная медицина занимается родами, вот очень важно использовать. Это инфекции лечит, роды, инфекции, операции делает хорошо. Это надо пользоваться современной наукой для этого. А если вы хотите быть здоровыми, чтобы без операции жить и без инфекции, для этого нужно разобраться, как это правильно, жить здоровыми, понимаете? Первое, что вы должны понять, если вы себя не заставляете жить, то есть спать себя надо заставлять? Нет, легла и лежишь. Кушать себя надо заставлять? Нет. Это не означает жить. Жить означает три вещи, запомните. Три вещи дают человеку долголетие, продлевают его жизнь и настраивают организм на контакт с этими силами природы. Чтобы все всасывалось энергетически хорошо, для этого существует всего три вещи. Первая вещь – бег. Вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ну, не все же могут бегать, как вы. Хорошо, тогда ходьба. Олег Геннадьевич, ну, не все же могут ходить, как вы. Хорошо, тогда ползите. Хорошо, Олег Геннадьевич, не все же могут ползать, как вы. Хорошо, тогда, если не можете ползать, тогда шевелите руками хотя бы, когда лежите. Ну, не все же могут шевелить руками. Ну, тогда готовьтесь к земле. Что если человек не двигается, значит, он уже готов. А если вы можете ходить, тогда постепенно начинайте бегать. А если ползете, тогда вставайте, идите, как маленькие дети. Они сначала ползут, потом встают, потом идут, потом бегают. И так что еще не угонишься? Знаете, это называется желание жить. Вот вы говорите, а что-то мне некогда бегать. Да и вообще в интернете пишут, что суставы стирают. А еще и негде бегать, потому что по асфальту нельзя бегать. По неровной местности нельзя бегать. Вас дурят! Это все пишут для того, чтобы вы на беговых дорожках бегали, их покупали себе домой. Вот и все, это реклама. Что, не знаете, что ли, как все работает? Итак, мои хорошие, если вы двигаться не хотите, готовьтесь к земле. Хорошо? Так, первый тип долголетия означает движение. Сейчас расскажу, как двигаться. Второй тип долголетия дает возможность человеку долго жить. Это вообще непонятно. Если движение понятно, то это вообще непонятно. Это неподвижное положение тела. Застыть надо, уметь застывать. Называется йога. Йога. Неподвижное положение тела. Это не то, что там, это только в Индии неподвижные сидят. У нас тоже на службах православные стоят, не двигаются. Когда в рано ночной день православный пришел, я говорю, а как всю ночь-то простоять? Ты говоришь, главное не двигайся. Через какое-то время ты почувствуешь легкость и сможешь всю ночь спокойно стоять. Но сначала перетерпи, не двигайся. Меня обучали. И я не стоял, я же йогой занимаюсь, и раз застыл. И постепенно легкость пришла где-то через минут 40-50. Так я простоял. Это продлевает жизнь. Вот такое неподвижное положение тела продлевает жизнь. И третий способ продлевать жизнь называется пост. Поэтому в всех духовных традициях люди ходят по святым местам, обходят святые места, постятся во всех духовных традициях и двигаются на службу постоянно. Вот эти три вещи, три аскезы, если вы совершаете, вы будете жить долго, пока не надоест. Ну, вы поймете, когда надоело, скажете, ой, сынок, лучше только не жить. Ну, у нас, естественно, на лекции будут песни. Я сейчас вам буду рассказывать кое-что интересное. Чтобы вы усваивали материал, мы будем периодически включать песни. ПЕСНЯ Откуда в пояснице боль берет? Сейчас расскажу. Вот это напряжение, которое копится в организме, оно всегда спускается вниз. Поэтому первые признаки перенапряжения – это запоры, вылазение кишечника, погулять, подышать свежим воздухом наружу, вот, вены, когда набухают – это тоже признак напряжения в ногах, и боль в пояснице. Это всё признак того, что старость пришла к вам в гости. Даже если вы молоды, не имеет значения. Она не спрашивает. Если человек не хочет жить правильно, значит, всё это он получит у себя в жизни. И у всех по-разному. У кого-то вены вылазят, у кого-то кишка, у кого-то позвоночник болит, поясницы, у кого-то ноги, колени там болят, голени – это всё старость. Понимаете?